Дмитрий 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 Вот с нашими пенсионерами Ну а настрой-то боевой, все-таки у него подготовочка-то получше, чем у вас? У нас тоже боевой, мы готовимся, каждый день ездим и вот-вот поедем 25 мая на фестиваль скандинавской ходьбы К испытаниям спортсмену не привыкать За плечами Дмитрия Ерохина, переход по Золотому кольцу России, пересечении Калмыкии и острова Сахалин Итак, все готово к старту Последний раз в сутки Дмитрий ходил в Красноярске Эту акцию он посвятил Красноярской универсиаде Дело было в начале февраля этого года и столбик термометра показывал минус 35 градусов Несмотря на это, ультрамарафонец прошел почти 120 километров И это стало еще одним его рекордом, зафиксированным в Российской Федерации северной ходьбы Шесть, пять, четыре, три, два, один! Вместе с Дмитрием Ерохиным стартовали и другие поклонники северной ходьбы Правда, они пройдут только один круг А затем, как Дмитрий идет по дистанции, будут внимательно следить и люди, и техника У нас есть два сертифицированных судьи, которые сертифицированы Российской Федерацией северной ходьбы Второй момент, это у нас система хронометража У нас непосредственно Дмитрий ходит с датчиками У нас в шатре, вот на табло, смотрите, у нас там будут располагаться судьи И в режиме онлайн каждый желающий может зайти на платформу и посмотреть, сколько Дмитрий прошел Федерация северной ходьбы существует в России около пяти лет В московском отделении сейчас зарегистрировано всего около 150 человек В основном спортсмены И такие мероприятия как нельзя лучше работают на популяризацию этого вида спорта Переиначив известную поговорку, можно сказать «Умная голова ногам покоя не дает» Мало кто знает, но Дмитрий Ерохин Активный участник проекта «Русская Википедия» С 2009 года он написал для ресурса более пяти тысяч статей А отредактированным еще-то нет Какую новую тему он обдумывает Во время этого похода остается только гадать Финиш марафона пройдет завтра в 12.00 Именно тогда мы и узнаем, сколько километров смог пройти ультрамарафонец за сутки Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин Видное ТВ